В зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в Москве под предстоятельством Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Церкви. Подробности в следующем материале. Открывая заседание, предстоятель Русской Церкви обратился к членам Высшего Церковного Совета со вступительным словом, которое посвятил главному событию этого года в празднование тысячелетия со дня представления Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира. Патриарх сказал о значении выбора князем православной веры и о значении этого события для наших дней. Православная вера дает возможность выйти уже из-за пределы, за границы этнически славянских племен и распространять эту универсалистскую духовную идею, идею единства на народы, которые не связаны единой кровью со славянами. Собственно говоря, когда мы говорим о единстве многонациональной России, современной, мы должны помнить, что огромную, может быть, решающую роль в формировании этого единства сыграла православная церковь. По словам патриарха, подвиг, совершенный князем Владимиром и его личность, становятся очень актуальными в свете последних событий, происходящих в нашей стране и на Украине. Мы должны все вместе, как церковь, молитвенно обратиться к святому князю Владимиру, прося его помощи, в том числе и в сохранении единства нашего многонационального народа, в преодолении междоусобицы на Украине. Это междоусобная брань на территории Святой Руси. Как бы на нее не посмотреть, и так, как смотрят на нее с точки зрения Российской Федерации, и так, как на нее смотрят с точки зрения Киева. В любом случае, это междоусобная брань на территории Руси. И как князь Владимир сумел, в том числе и понизить градус всякой междоусобной брани, так и мы с совместными усилиями церкви, общества, народа, государства, и государства, и государства должны делать все для того, чтобы междоусобная брань ушла из жизни нашего народа. Патриарх призвал с уважением относиться и к суверенитету государств, и вместе с тем к естественному стремлению народов быть едиными, тем более, когда в основе их жизни одна православная вера. В ходе заседания Высшего Церковного Совета были также рассмотрены доклады по текущим вопросам жизни церкви. Его святейшество отметил высокий уровень подготовки заседания. Продолжение следует...